МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Человеческий капитал в условиях 4-й промышленной революции. Учителя Карагандинской области подвели итоги работы в прошлом учебном году, а также обсудили задачи на следующий. В Караганде состоялась ежегодная августовская конференция работников образования. Карагандинцы отпраздновали Курбан-Айт. В областной мечети Амит-Баба собралось более 4-х тысяч мусульман. Правоверные совершили айт-намаз, принесли в жертву скот, а также приняли участие в национальных играх. Крыши более 30 домов пострадали от сильного ветра в селе Тасуат. Синоптики предсказывают настоящую осеннюю погоду в ближайшие дни. Учителя Карагандинской области подвели итоги работы в прошлом учебном году, а также обсудили задачи на следующий. В Караганде состоялась ежегодная августовская конференция работников образования. Главная тема совещания – человеческий капитал в условиях 4-й промышленной революции. Участники конференции обсудили новые методы обучения по обновленному содержанию. Августовская конференция стала традиционным событием для педагогов, дающие отчет началу нового учебного года и новых педагогических идей. Целью данного мероприятия является определение ключевых направлений развития системы образования в рамках обновления ее содержания. Педагоги обсудили проблемы методов обучения на основе приоритета воспитания и повышения качества образования. Стало известно, что в этом году финансирование в сферу образования увеличилось до 100 миллиардов тенге. Об этом в своем выступлении рассказал глава региона Ирлан Кошанов. Для нас важен и статус учителя. Я убежден, что только уверенный в себе успешный учитель способен воспитать успешного ученика. Сейчас на первый план многие ставят материальное благополучие. Это естественная потребность. И за последние два года введены доплаты за преподавание по новым программам и преподавание на английском языке. Новая модель аттестации педагогов также предусматривает существенные затраты доплаты к базовому окладу. Как известно, на сегодняшний день рынок труда требует квалифицированных специалистов. В связи с этим проблема человеческого капитала была основным вопросом совещания. За два года около 150 тысяч учителей обучены по обновленным программам образования. В этом году еще 73 тысячи педагогов по стране проходят обучение. Из них 8 тысяч учителей Карагандинской области прошли соответствующие курсы. В текущем году завершат обучение еще более 4 тысяч педагогов. Важно отметить, что по всей республике идет процесс автоматизации выдачи направления путем интеграции электронного правительства ИИ Акимат. Мы знаем, что в Караганде, в Джизгазгане, Саране, Тимиртау, Приозерске эта работа уже ведется активно. В новом учебном году важно обратить внимание на повышение качества учебно-воспитательной работы. Для этого мы внесли изменения в ТУПы и внедрена система оценки детей. Также особое внимание было уделено профессиональному техническому образованию. Основная задача – это доступность и обеспечение качества при подготовке кадров. За последние два года были переведены 500 зарубежных учебников, необходимых для системы профессионального образования. Также разработан проект дорожной карты по обеспечению доступности образования для инвалидов. В каждом колледже есть по нескольким специальностям, мы проводим по дуальному обучению. Когда мы именно проводим обучение, не только в колледже, но более, мы три дня, например, обучаем у себя, три дня переходим на производство. Мы работаем с приятием ЖАКО, где мы готовим сварщикой пластмассы. Естественно, здесь у нас стопроцентное трудоустройство, и наши соцпартнеры удовлетворены той подготовкой, которая на сегодняшний день существует. В рамках конференции также была представлена выставка на тему «Новые возможности развития образования в условиях четвертой промышленной революции». Характер и оформление выставки отображают ключевые тренды современного образования. Компания «Зертис» представляет на выставке лабораторию зеленых технологий. Данные лаборатории размещены в нескольких школах города Караганды и республики. Молодой предприниматель Арман Тоскомпаев утверждает, что этот проект поможет ученикам стать отличными специалистами в области агрономии и биотехнологии. Данная технология позволяет выращивать из семени до полного плода от 7 до 40 дней. Здесь не используется вообще в традиционном понимании грунт, используются специализированные субстраты. А также весь процесс выращивания автоматизирован. И на сегодняшний день, например, в школах устанавливаются классы робототехники, а и IT-направления. И вот все, что там делается, можно применять в сельском хозяйстве через автоматизацию таких процессов. В работе конференции приняло участие около 700 работников образования. Также в режиме онлайн были подключены более 20 тысяч представителей учительской и родительской общественности из 18 регионов области. В завершении форума лучшие педагоги области были награждены нагрудными знаками и почетными грамотами. Мульдей Жакан, Руслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы отпраздновали Курбан-Айт. В областной мечети Анет-Баба собралось более 4 тысяч мусульман. Правоверные совершили айт-намаз, принесли в жертву скот, а также приняли участие в национальных играх и спортивных состязаниях. Празднование одного из самых значимых мусульманских праздников началось с сайт намаза. Его совершили более 4 тысяч мусульман в областной мечети Анет-Баба. Как известно, Курбан-Айт отмечается через 70 дней после праздника Ураза-Байрам. В Курбан-Айт принято уделять время своей семье, а также благим и милостливым делам. В этот день совершают жертвоприношения, прощают друг другу прошлые обиды, а также принимают и посещают гостей. В областной мечети отметили, что главная цель праздника – это сплощение мусульманской общины. Такие мероприятия проводятся в каждой мечети. Данный праздник предназначен для того, чтобы сделать мусульман сплоченными. В Курбан-Айт принято совершать благие поступки и деяния, делить радость с нуждающимися. Если в этот день обрадуются бездомные, обделенные вниманием и заботой люди, то главная цель праздника будет достигнута. После праздничной молитвы мусульмане Караганды приняли участие в национальных играх и спортивных состязаниях. Для общины была организована насыщенная праздничная программа. В честь Курбан-Айта продавцы рынка Шигэс накрыли дастархан для прихожан мечети. Бесплатно раздавали овощи и фрукты. Эта традиция продолжается уже много лет. Мы приехали из рынка Шигэс, привезли 8 казанов плова для мусульман. Мы делаем это каждый год. Сегодня приедут дети из детдома. Мы подарим им спортивные костюмы, установим для них батут, чтобы они могли повеселиться. Также важный для всех мусульман день был принесен в жертву скот. Для этого в городе определили 4 места. Мясо будет разделено между детскими домами, домами престарелых и малообеспеченными семьями. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Крыши более 30 домов пострадали от сильного ветра в селе Тасуат. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Стихия бушевала 20 августа. Кроме того, на несколько часов село было обесточено. На фотографиях результат разгула природной стихии. Сильный ветер сорвал кровли со здания дома культуры, средней школы и частично 12 жилых домов. Жертв и пострадавших нет. Виной всему сибирский циклон, который принес с собой не только сильный ветер, но и понижение температуры воздуха. Ураган не обошел стороной и Караганду. С одного из девятиэтажных домов на проспекте Шахтеров сильный ветер вырвал наружную обшивку стены на площади 50 квадратных метров. В этом случае пострадавших также не было. Казахстанские синоптики сообщают, что в ближайшие три дня в Казахстане будет по-осеннему пасмурно. Погоду в северной части страны будут формировать холодные атмосферные массы. В северных и центральных регионах Казахстана прогнозируется ветреная погода с осадками и ночным похолоданием до 10 градусов. Температура днем будет около 10-18 градусов со знаком «плюс». Ясная погода ожидается лишь в южной части республики. В Караганде задержали 17-летнюю девушку, которая закладывала наркотики. Начато досудебное расследование, назначены экспертизы. При допросе девушка заявила, что является курьером. Также она призналась, что в течение дня заложилось 17 свертков. 20 августа сотрудники полка дорожно-патрульной полиции при патрулировании Кировского сектора города заметили 17-летнюю девушку, которая возле тротуаров закладывала неизвестные свертки. На место была вызвана следственно-оперативная группа, а также родители несовершеннолетней. При допросе девушка заявила, что является курьером. Она закапывала в землю маленькие пакетики, не зная их содержимое. Также она призналась, что в течение дня закладывала 17 сверток по пути следования в Кировском секторе и добровольно выдала еще 15 свертков. У задержанной изъяты 15 свертков пакетиков. Также присутствуют родители. Она дала еще признательные показания, что в течение дня в Кировском секторе еще закапывала 17 свертков. Данные 17 свертков также были изъяты сотрудниками полиции. На сегодняшний день назначены соответствующие экспертизы. Задержанная призналась, что работает курьером, и она не знала, что в пакетике содержится. В областном департаменте внутренних дел отмечают, что с начала года по области изрегистрировано 35 уголовных дел по факту хранения и сбыта синтетических видов наркотических средств. Кроме того, на постоянной основе мониторятся интернет-ресурсы на предмет распространения наркотиков. При отработке выявлено 14 сайтов, которые рекламируют синтетические наркотические средства. На сегодняшний день сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом направлено письмо о закрытии 10 интернет-сайтов в Министерство информации и коммуникации. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть ответственными и проявлять активную гражданскую позицию в вопросе выявления и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Андрей Танаман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Юный житель Караганды получил сильный удар током, находясь на крыше железнодорожного вагона. Пострадавший в настоящее время находится в больнице. По сообщению транспортной прокуратуры, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Как и почему 9-летний ребенок оказался на поезде, пока неизвестно. Транспортная полиция Карагандинской области не разглашает обстоятельства данной ситуации. Известно, что ужасающее происшествие произошло вчера на станции Новая Караганда. Ребенок получил ожоги в 85% тела. По сообщению областного управления здравоохранения, пострадавший скончался. Десятилетний мальчик поступил к нам с многочисленными ожогами. Почти 80% тела обгорело. К сожалению, мальчик скончался. Отчего он умер, пока сказать не сможем. Продолжаем выпуск. В Караганде обсудили национальные и международные механизмы защиты прав человека в Казахстане. В шахтерскую столицу прибыли члены комиссии по правам человека при президенте страны. Столичные гости рассказали карагандинцам о фундаментальных правах человека. Механизмов их защиты и новшествах в законодательстве. Защита прав человека – это основа Института гражданского общества. Развиваться и совершенствоваться может только то общество, члены которого знают свои права. Члены комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан утверждают, что на сегодняшний день население довольно грамотно в этом вопросе. Однако законодательство часто подвергается изменениям, а потому информирование должно быть непрерывным. Специалисты отмечают, говорить о защите прав человека важно и нужно. Сегодня семинар-тренинг организовали для карагандинцев, а затем столичные гости отправятся и в отдаленные сельские местности, чтобы обхватить как можно больше людей. В настоящее время уделяется много внимания защите прав и интересов сторон трудовых отношений. Несмотря на то, что сейчас работодатели стали более внимательны к своим сотрудникам, нарушения в трудовой сфере все же имеют место быть. К сожалению, чаще возникают вопросы, связанные с деятельностью согласительных комиссий. То есть процедурой защиты трудовых прав, рассмотрением трудовых споров. Потому что в связи с новым трудовым законодательством у нас, к сожалению, процедура создания согласительных комиссий создает небольшие проблемы. Потому что не все знают, как нужно создавать, как нужно организовывать работу этих комиссий. Поэтому мы на таких семинарах стараемся рассказывать об этом чуть больше. То есть уделяем внимание механизмам защиты трудовых прав граждан. На семинаре-тренинге остановились и на вопросе доступа к информации. Это одно из фундаментальных прав человека. Знать и уметь защищать данное право должен каждый гражданин Казахстана. Ведь в развивающемся быстрыми темпами мире информация стала реальным социальным ресурсом. В своем докладе я подробно остановлюсь именно о праве на доступ к информации. Расскажу о том, как реализуется это право. Конечно, многие понимают право на доступ к информации как право, которое в большей степени использует средства массовой информации. Потому что для средств массовой информации право на доступ к информации – это ежедневная работа. Но право на доступ к информации есть у каждого. И как раз-таки на сегодняшнем мероприятии мы подробно об этом поговорим, как эффективно его реализовывать, какая информация может быть доступна каждому, а какая информация является информацией ограниченного доступа. Поэтому желаем всем. Слушателями семинара стали юристы, госслужащие и представители неправительственных организаций и различных общественных объединений. Мероприятие было организовано при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане. После Карагандинской области члены комиссии по правам человека отправятся в Семипалатинск, Усть-Каменогорск и несколько мелких городов. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»